Здарова, народ! И сегодня у нас новый огнемётный танк, Объект 156О, решил показать настоящие чудеса в рандоме. Тем более, ещё новый танк на довольно новой карте, тоже недавно добавленный, устричный залив. В общем, всё у нас сегодня новое, поэтому сразу жирнёчий лайк, давайте прожимайте, не жалейте. Так, ну а мы врываемся сразу же, на центр карты в ближнем бою собирается наш герой тут на арте, так сказать, выдавать жару. Ну, на самом деле, интересно, да, теперь в рандоме, как у нас, в виде арты огнемётный танк у них FV207, да? Вообще, можно сказать, очень разные машины. Ну и сразу же начинаем отрабатывать по Е-75 ТС, который заинтересовался новиночкой. Ты смотри, Е-75 просто в наглую начинает упарываться на нашего героя. Ё-моё, ну я даже не знаю. И не очень, не очень-то пробивает нас пока что. Ну-ка, сейчас ещё разок по Е-75, залупеним. Полетела, пошла жара. Нормально пошла жара, теперь, народ, можно говорить в прямом смысле этого слова. Да, жара пошла, там у Е-75 по полной. Поджигаем задницы. Ну и всё, готов. До свидания, упарант. Наказали вообще налегке. Так, вон ИС-3 СМЗ ещё подкатывает 427 ХП. ИС-3 СМЗ сейчас тоже будем поливать уважаемого Ля. Сразу же танкуем кумулек от ИС-3 СМЗ. ИС-3 СМЗ уже знает, что броня у этого танка имеется, да? И решил голду зарядить. Не выдумывать ерунды, да? Сразу голдишкой пойти работать. Но не сильно это у него дало результат. Точнее, вообще результата не дало. В итоге 2 кумуля без дамага дал. И мы его ещё и немножечко там поджарили на 6 ХП, правда, но тем не менее. Так, виперочка тут. Переключаемся вот уже в артиллерийский такой прицел. И по виперочке полетел. Они, конечно, весёлый танчик. Ё-моё. Много на нём не надамажишь, да? Ну, как и на арте любой, собственно. Сейчас много дамага попробуй нанеси. Там, бои на арте открой. На 10 уровне там 3-4К. Если 5000 дамага, то это вообще разрывной бой на арте. Надо обязательно видос по нему делать, да? А так наш герой вот 637 урона дал. Хотя вроде отыграл неплохо на самом деле. Е-75 ТС нейтрализовали. Восьмого уровня, правда, Е-75 ТС. Не девятого уровня, как обычный Е-75. Но тем не менее. Всё равно я тоже считаю очень даже неплохо. Так, Скорпиона G. Поджарили тоже, навертили. Нормалёчек. Кто следующий у нас? Кто ещё желает получить Триндюлёв? Триндюлёв, а? Випера хочет получить. Ты смотри, Випера под калибером. Зашвырнула куда надо. Ё-моё, Випера, мы так с тобой не договаривались. А ну иди сюда. Иди сюда, сейчас будем с тобой разбираться. Погнали на Виперу, врываемся. Так. Врываемся, правда. 15 там, 11 ТП снимаем. Но тем не менее. Дали оглушение, да, Випере. И по нашему оглушению она получила. И тем не менее. Тем не менее, неплохо. Так. 6-5 счёт. Вроде даже наша команда. К Победочке идёт. Пока не сильно быстрым шагом, да. Но потихонечку идёт. И то хорошо, да. Ну, давайте пока вам напомню, что спонсор этого видоса парни из классного сайта ВотХит. Где сейчас проходят скидки 50% на все контейнеры к Дню Победы. Там такая акция на все контейнеры. Причём даже на самый дорогой кейс с танками. Тоже скидка аж 50%. А там выпадают всегда премтанки. Поэтому залетайте по ссылочке в описании. Советую, конечно же, главный контейнер. Потому что на него там сейчас 74 Ручинского стоит всего. Да, учитывая все скидки. В общем, залетайте, пробуйте. Вот Юдусу по заднице нормально зашло. Я там и ловешника, и стресс МЗ, и 10 тысяч голды выбивал. Ну, а если будете счёт пополнять, ещё вот этот наш промокод классный вводите. По нему каждый получает гарантированный подарок бонус. К пополненной сумме. Промокод при пополнении счёта надо указывать. Ну, и ещё там ежедневная раздача 5000 голды. Тоже вот одну кнопочку участок. Вот эту надо прожать. Не забывайте. В общем, всё в описании под видео. Ссылочка и промокод, а мы смотрим далее. Потому что наш герой тут просто унизил. Унизил Юдуса 0-3. И сейчас начинаем погоню за Химерой. Которая тоже нифига не может сделать. По заднице получает. Ой, просто Химера отлетела. И уже 2 600 дамага у нашего героя. Погнали врываться на Крайслера. Гранд-финального. Что творит? Обалдеть. Что творит этот огнемётный танк? Просто всех поливает. И на Крайслера выкатили. И тоже полетело хорошенечко так. Ну, надо сзади зайти, чтобы получше полетело. Ну, его вот так союзники уже добирают. 2 700 урона. 3 фрага. И прям очень всё уже близенько к победе становится. Там ещё, конечно, у них Борисон где-то катается. Разгуливает. Но ничего. Сейчас мы поедем и его картонную задницу немножечко. Поджарим, да? Ну, он Борасик катается. Имба 8 уровня тоже знатная. Сейчас бы его размять немножечко и получает Борасик. Ля летит по нам. От импрува летит на 318. Ё-моё. И на ЦС-52 лиса выкатываем. 122 хп. Пошла жара. Так. Уже 2 900 урона. Нормально так движется наш герой, да? Ну что, 3 косаря сделает или нет? На самом деле для огнемёта, чат, 3 косаря это очень даже достойный результат, я вам скажу. Кто играл уже поймёт. Кто не играл скоро поиграет и тоже поймёт, да? Что 3000 дамага это очень немало для этого танка. Так. Ну и вот где-то там эта троица сидит ещё. СТРВС-1, импрув, Бораски. Ну, навряд ли нам сильно много тут достанется. Но хочется 3000 дамажечка сделать, а? Импрув, давай, не выдумывай. Сейчас к тебе едем в гости. Здоров, дорогой. Ля, нам тут ещё союзники под зад толкаются, а? Какие жадные, не хотят нам давать уроней. И в итоге 3000 всё-таки, конечно, не дали. А нет, подожди, дали. 3051 дамага. Нет, это вообще отлично. К итогам. Так, ну и тут у нас, пожалуйста, стальная стеночка. Старк, Спартанец, Мастер. 3060. Даже у нас дамага, 4 фрага. Вот такая красота. Вверху справа. Сейчас прошлый видос появляется. Залетайте, смотрите в описании. Заглядывайте там. Ссылочка на вот какие-то наш промокод. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!